Инвесторы за сутки вывели с криптобиржи Binance 780 миллионов долларов. Война и мир стала самой популярной у россиян. На этом новость еще не заканчивается цифровой классической книгой. В США тайный трейдер заработал 7,5 миллионов долларов на законе Байдена о дефолте. Россиянам требуется около 18 лет для того, чтобы окупить квартиру, сдавая ее в аренду. Доля довольных своей зарплатой россиян выросла в 2022 году. Эти и другие экономические новости мы с вами обозреваем сегодня. Рад всех вас приветствовать, всем бодрого начала дня. Напоминаю, уже эти выходные после завтра мы с вами встречаемся. Будет день рождения клуба Финанс 1 в Москве. Много всего интересного, актуального. Если успеваете еще присоединиться, ссылка будет под видео. Давайте поговорим про графики. Пока в принципе никаких серьезных изменений. Российский фондовый рынок в целом продолжает свой рост. Хотя и были небольшие спады. Америка тоже пошла вверх после того, как потолок долго в очередной раз подняли. Нефть примерно также остается на достаточно низком уровне. Доллар. Давайте прямо сейчас посмотрю и доллар и биткоин. А то каждый раз мне говорят, что вот Николай, пока вы там диктовали курс биткоину, он уже поменялся очень сильно. Такое бывает действительно. Но сейчас 81.40 доллар и биткоин в текущий момент чуть ниже 27 тысяч долларов. Кстати, на тему крипты мы хотим сделать тоже. На тему майнинга хотим более глубокое погружение сделать, поскольку есть свой интерес у небольшой части аудитории. Это будет у нас первым делом в нашем клубе Финанс 1. Итак, инвесторы за сутки вывели с криптобиржи Binance больше 800 миллионов долларов, поскольку накануне регуляторы США подали в суд на собственно Binance, на Coinbase, обвинив их в нарушении правил обращения ценных бумаг и преднамеренном уклонении от закона. Поскольку считают, что они и Coinbase, и Binance участвовали в разветвленной сети обмана. Вот так на крупные биржи неслабо наехали. Естественно, это всегда удар по криптоиндустрии. Каждый третий взрослый россиянин имеет опыт инвестиций. В пятерку самых популярных активов на рынке, куда вкладывались опрошенные, вошли акции 62% вкладывают, облигации 33% имеют, валюта 29%. Хотя, конечно, немножко спорный момент, поскольку, насколько валюта именно инвест-инструмент. Но, тем не менее, можно также гречку с сахаром включить отдельным пунктом. Боевые фонды 23%, драгметаллы 15%, крипта 12% и бизнес лишь 9%. Но, понятно, самое популярное это доступные инструменты фондового рынка, наиболее ликвидные, простые. Правда, я бы не сказал, на мой взгляд, что это корректно все вбуксировать в фондовый рынок. На мой взгляд, особенно сегодня, это тоже крайне небезопасная стратегия все держать на российском фондовом рынке. А зарубежный, собственно, для россиян практически закрыт. Есть некие обходные пути, но они также сопряжены с большими рисками блокировки для россиян. Центральный банк опубликовал отчет о ключевых показателях фондового рынка за первый квартал 2023 года. И, что бы вы думали, число брокерских счетов растет на 34% больше, чем годом ранее. 31 миллион брокерских счетов. Да, много среди них пустых, около 66% пустых счетов, то есть нулевых, открыли и они висят просто с ничем. Но средний размер счета при этом по итогам первого квартала 225 тысяч рублей. Это, кстати, на 29% меньше, чем было годом ранее. То есть люди подвывели несколько деньги. Хотя я думаю, что сейчас постепенно за отсутствием инструментов будут все-таки прибывать деньги на российский фондовый рынок. ЦБ назвал регионы, где жители берут самые крупные ипотечные кредиты. И как вы думаете, где самые крупные? Как это неудивительно в Москве и Московской области. 7,5 миллионов средний размер ипотеки в Москве. 5,4 миллиона в Московской области. В Питере 5,2. Дальше идут Республика Саха, Тюменская область, Чукотский административный округ. Там 4,6 миллиона средняя стоимость ипотеки. Бизнес выпустил рекордный с начала кризиса объем высокодоходных облигаций. Объем новых размещений в российском сегменте в мае составил 6,6 миллиарда рублей. Это рекордный показатель с возобновлением торгов в марте 2022 года. То есть начинает активнее потихонечку задействовать инструмент кредитования через фондовый рынок, через биржу. Я думаю, что в большой степени это связано еще и с тем, что занимать за рубежом резко стало намного сложнее многим компаниям. Друзья, продолжаю делиться с вами результатами моих инвестиций. Сегодня расскажу про свой счет в инвестиционной платформе «Поток», акционером которой является Московская биржа. С помощью «Потока» можно вкладываться в перспективный малый бизнес, который проходит тщательный отбор. Средняя доходность инвесторов за последние 12 месяцев составила более 24% годовых. Давайте посмотрим, что получилось у меня. Захожу в мой личный кабинет, я инвестирую с марта 2021 года. За все время средняя годовая доходность получилась чуть более 20%, ну или за 2 года больше 40%, около 41%. Если актуально, детали будут по ссылке под этим видео. Проходите, ознакомьтесь, разберитесь, насколько этот инструмент подходит для вас. И для новых инвесторов целую неделю действует персональный бонус, плюс 18% к доходности на первый месяц. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в Российской Федерации в мае выросли на 112% по отношению к прошлому году. Лидер «Лада Гранта» плюс 298% «Лада» выдала. В тройку ведущих также вошли китайский «Хавейл» и «Гилли», если правильно произнес. Каждый раз забываю, как корректно это произносить. Надеюсь, не ошибся. Рекордные показатели объясняются эффектом низкой базы. В прошлом мае рынок пережил пик своего кризиса. Но помните, прошлый май был такой, мягко говоря, сложноватый. Пик кризиса, правда, интересно звучит, конечно, практически как вершина дна. Но вот сейчас мы уже значительно отошли от этой вершины дна. Но, как говорят, знаете, кто думает, что прошел дно, обычно получает второе дно в подарок. Блумберг заявляет, что в США тайный трейдер заработал 7,5 миллионов на законе Байдена о дефолте. Байден объявил о соглашении по госдолгу 29 мая. Один из его пунктов требует выдачи разрешения на строительство газопровода Mountain Valley. За два дня до этого некий неизвестный трейдер, очень интересно, как он неизвестный, хотя, в общем-то, там, известно всегда, кто какие сделки-то совершает. Но этот самый неизвестный трейдер купил 100 тысяч опционов, строящий проект компании. Видимо, авторы новости намекают на инсайдерскую торговлю, что он за два дня до этого, узнав новости, хопа, и все опубликовал. Что один из людей заранее знал о будущем строительстве этого самого газопровода и не удержался и разбогател на этом. В мае доля юаня на Мосбирже впервые превысила 40% объема торгов в основных валютах. Потихоньку растет доля юаня. На другие валюты тоже растет, но гораздо медленнее, поскольку они гораздо менее ликвидные. Пока еще доллар, торги долларом превышают юани, но совсем немного. Юани догоняют. То есть доллары 2,5 триллиона рублей, юани 2,49. Ну то есть совсем-совсем чуть-чуть, вот-вот, видимо, юань обгонит на московской бирже доллар. Число пассажиров на внутренних авиарейсах достигло максимума за 15 лет. Стали все больше и больше летать внутрь страны. 22,5 миллиона человек объем пассажирских авиаперевозок в январе-апреле этого года. Это на 15% выше, чем год назад. Ну и, собственно, рекорд за все время. Вот у нас есть данный график от РБК. Число пассажиров на международных линиях также увеличилось. За первые 4 месяца на 27% больше, чем в 2022 году, но пока еще меньше, чем в 2019, когда был рекорд. Ну, понятно, поскольку за границу все-таки стали летать больше, но не так много, поскольку та же Европа, ну и очень многие авиарейсы, собственно, теперь не очень-то летают. Суд разрешил расторгать договор аренды из-за тараканов в квартире. Суть дела в следующем. Некий арендатор арендовал квартиру, потом встретил там таракана, захотел вернуть деньги. Арендодатель не захотел эти деньги возвращать в депозит. Сказал, мол, живи с тараканами дальше. Арендатор подала в суд и выиграла, собственно, этот самый суд. И потом еще и апелляционный суд тоже оставил решение без изменений. Так что теперь, если вдруг встретите таракана, то можете смело съезжать и требовать все деньги назад. Интересы тараканов в суде представлены не были, правда. За них даже общество защиты прав животных не вступилось. Налоговый вычет третьего типа могут установить на уровне аж 30 миллионов рублей. 13% 30 миллионов это, внимание, 3,9 миллиона рублей налогов, которые можно вернуть обратно. Это приятная новость. А теперь неприятная новость. Налоговый вычет можно будет получить после 10 лет нахождения средств на счете. Готовы ли вы вбухать на 10 лет деньги? При этом, правда, можно вернуть почти 4 миллиона налогов. Вот такая дилемма непростая. Заморозить деньги на 10 лет или нет? Но будет переходный период. Вроде бы при открытии в 2024 году на 5 лет можно будет заморозить деньги. Напомню, это уже все-таки поближе к тому, что есть сейчас. Сейчас на 3 года надо морозить деньги. В 2025 на 6 и так до 10 лет к 2029 году. Но меня, конечно, идея морозить деньги на 10 лет несколько смущает. Хотя я и понимаю некоторую логику. Допустим, накопление на детей. Если кто-то копит ребенку и готов на 10 лет эти деньги оставить и не выводить с брокерского счета инвестиционного третьего типа, то в этом случае действительно это может быть оправдано, потому что можно получить очень неплохую налоговую льготу на этом. Если все будет так. Напишите, кстати, кто пользуется из типа А. Это самый популярный тип индивидуального инвестиционного счета. Если нет, очень рекомендую с этим делом разобраться. У нас был подробный ролик на канале, где я показывал расчеты, как с помощью связки из типа А плюс облигации можно почти гарантированно получать доходность на уровне 16-17-18% годовых. Ну плюс-минус, какая доходность по облигациям получится. И практически без рисков. Это действительно оправдано. Только для тех, у кого есть, конечно, что возвращать из налогов. Средняя стоимость вторичной недвижимости продолжает медленно расти. Вот такая новость. Несмотря на то, что с новостройками все подзамерло, мягко говоря, доля в общей структуре сделать новостройки сократилась с 37 до 30%. И я думаю, что будет сокращаться. Но средняя стоимость вторички продолжает расти. Вот как бы кто ни говорил про то, что недвижимость рухнет на 30%, но продолжает расти пока. Здесь на самом деле все очень просто. Посмотрите на график цен на недвижимость. И когда кто-то говорит, что цены упадут на 30-50%, особенно, что однушки подешевеют на 50%. Ну, я в это не очень верю. Хотя не буду спорить. Есть некоторые риэлторы, которые, знаете, очень интересны. И с года в год, если посмотреть историю роликов, с 2019 года риэлтор раз за разом выпускает ролики о том, что цены у застройщиков безумные и они рухнут. И вот так с 2019 года он каждый год выпускает. Это как пример людей, которые вот всегда уверены, что цены рухнут, а происходит иначе. При этом я и не ожидал бы роста цен. Я думаю, что наиболее вероятный сценарий это некая стагнация плюс-минус с небольшими колебаниями туда-сюда. На ближайшие пару лет. Дальше, затем, где-то через 3-4 года возобновление роста. Если не будет потрясений. Ну, это всегда такая поправка в текущей ситуации, что через месяц мы можем увидеть, что страна как-то неуловимо изменилась. Или внешняя обстановка вокруг нее. Россиянам требуется в среднем 18 лет, чтобы вернуть деньги за покупку квартиры, сдавая ее в аренду. А в Москве и того больше. То есть, чтобы если вы сдаете квартиру в аренду, то примерно 22 года, а в Питере аж 24. Вам потребуется, чтобы отбить эти вложения. Ну, имеется в виду, когда вы купили квартиру как есть. Правда, не указано какую. Там однушку, двушку, трешку. Потому что они очень сильно по доходности могут отличаться. Но купили и сдали как есть. И получили доходность типа 5% годовых. Ну, то есть, и за 20 лет отбили вложения. Правда, надо иметь в виду, что сама квартира остается. То есть, вы ее можете продать и вытащить все деньги. Здесь есть очень важный нюанс. Когда вы работаете с недвижимостью, ни в коем случае не стоит рассчитывать на то, что вы просто купили недвижимость, сдали как есть. И получили отличную высокую доходность. Неважно, работаете вы с коммерцией, с кладовками, с жилыми помещениями. Если просто купили и сдали как есть, это будет доходность 5-6. Может быть, если очень повезет, 7-8%. Почему? Ну, просто потому, что вы никакой ценности дополнительной особо не создали. То есть, с недвижимостью, чтобы получать доходность выше, можно ли? Да можно, конечно. Можно и там и 10, и 15, и 20, иногда даже 30 или 40% получается делать доходность от арендной недвижимости. Но для этого надо приложить усилия. Какого рода? Это либо проблемные объекты. Допустим, объекты, купленные с торгов или убитые в хлам, которые вы реставрируете. Либо объекты, которые позволяют разделить большое на малое за счет этого поднять доходность. Либо это проекты, в которых вы повышаете доходность за счет более интенсивной сдачи, непомесячно, а посуточно. Или используете эффективно кредитное плечо. Или еще целый ряд моментов. Сочетаете и получаете, вытягиваете доходность на гораздо более высокий уровень. То есть, недвижимость, вот просто для себя примите, что недвижимость не позволяет. Просто купив и сдавая как есть, вы вряд ли получите высокую доходность. «Война и мир» стал самой популярной цифровой классической книгой у россиян. На втором месте «Достоевские преступления и наказания». Почему бы это в этот удивительный год? А вот годом ранее среди цифровых классических книг в лидерах были, как вы думаете, какая книга? Роман Федора Михайловича «Идиот». Почему бы это в прошлом году она стала лидером? Но в целом в России издается все меньше и меньше книг. Падает их популярность. На 23% меньше издавалось книг. Полагаю, в некоторой степени, даже в большой, это связано с тем, что многие иностранные авторы стали гораздо меньше публиковаться в России. Ну, например, Стивен Кинг объявил, что не готов заключать новые контракты с российскими издательствами. Видимо, посчитал, что ужасов в России так достаточно и без его книг. Но издается действительно все меньше и меньше. Вместе с этим не могу упустить момент. У меня вышла новая книга, о которой хочу рассказать. Такой момент саморекламы. Есть книга «Экстремальный тайм-менеджмент». Если не читали, очень рекомендую. Наш супер-бестселлер. Это его свежая версия, переизданная в этом году, в 2023 году. И эта книга, художественная книга-тренинг. Так вот, только что у нас вышло продолжение. Ее продолжение. Книга «Личная власть». Это вторая часть, те же герои. Опять же, обновленная версия. Многое актуализировано. Бомбически красивая обложка. Если не читали, очень рекомендую. Под видео будут ссылки. А если читали, напишите, пожалуйста, как вам эти книги. Ну, ту, которую вы читали. Либо если обе читали. Насколько они были для вас полезны. В основном отзывы крайне позитивные. И многие пишут, что это книги, которые действительно поменяли их жизни. Чему я, несказанно, конечно же, рад. Если это так. В Москве резко выросло предложение комнат в аренду. На 80% аж. Почему? Потому что, вроде как, ну, по крайней мере, по данным опроса, связывают это с тем, со сложной экономической ситуацией. И стало больше людей, которые, с одной стороны, сдают комнату, проживая в другой сами. И, допустим, двушка живут сами в одной комнате, вторую начинают сдавать, чтобы как-то поднять свой доход. Другая причина, это большое количество предложений съемных квартир на рынке. И, как следствие, конкуренция за арендатора. Ну, вот, а вы говорите, что кто же будет жить, Николай, в ваших 15-метровых студиях? Это же конура для собаки. Но, видите, практика показывает, что огромное количество людей даже готовы не только в отдельной студии жить. Но и поселяться в комнатах квартир с хозяином. И на фоне этого отдельные студии очень даже выигрывают. Россияне назвали необходимую для сведения с концами зарплату. 47% заявили, что не готовы к неожиданным тратам. Например, на расходы на срочное лечение, на незапланированный ремонт. А вот свести с концы с концами легко, очень легко и сравнительно легко могут лишь 26% семей. С небольшими затруднениями, но как-то концы сведут, 38%. Со сложностями и большими сложностями около 36%. А минимальный необходимый для этих целей, для того, чтобы вот эти самые концы сводить с концами доход, посчитали в среднем 67 тысяч рублей. Но это на семью, кстати. В конце 2020 года россияне оценивали эту сумму в 61 тысячу рублей. Но это в среднем по стране. Понятно, что аппетиты в Москве, например, намного выше, где-то в других регионах могут быть существенно более скромные. Доля довольных своей зарплатой россиян выросла в 2022 году. Вот интересно, что 2022 год повлиял на то, что больше стало людей, которые довольны своим окладом. Выросла на 6% пунктов до 51% по данным, внимание, Росстата. Это организация, которой никогда нет причин не доверять. Поэтому доверимся и в этот раз. Чаще всего довольны оплатой своего труда, внимание, кто бы вы думали, руководители организаций и органов власти. 70% в органах власти довольны своей зарплатой. Ну, им, видимо, спустили цели указания, что все отвечаем, ставим галочку. Вы довольны своей зарплатой. Кто недоволен, тот до свидания. А также специалисты высшего уровня квалификации. А вот среди низкоквалифицированных сотрудников уровень удовлетворения заработка лишь 32,5%. Это самый низкий показатель. Как изменилась выручка бизнеса в 2022 году? Около 70% компаний в 2022 году увеличили свою выручку. Причем более 30% компаний увеличили ее более чем наполовину. Так что не так уж и плохо обстоят дела во многих российских бизнесах. Но поскольку я активно инвестирую в разные российские бизнес-проекты по всей стране. То есть у меня есть инвестиции в Москве, в Санкт-Петербурге, в Архангельской области, в Новороссийске, в Челябинске, в Омске, ну и еще во многих других городах нашей необъятной родины. И действительно много у кого не так уж и плохо обстоят дела. Несмотря на все внешние трудности. Агротуризм в России вырастет на 60% к 2025 году. Так нам заявляют. Туристический поток на сельские территории в России вырастет больше чем на 60%. И составит 5 миллионов человек в год. Доход от этого вида отдыха может достичь 100-120 миллиардов рублей в год. Туристы все больше интересуются территориями внутри страны. Где можно соприкоснуться практически с первозданной природой. Ну действительно природа у нас прекрасная. Очень много красивейших мест в самых разных регионах у нас. И на Урале, в Краснодарском крае, на Кавказе, в Карелии, там Камчатка, Иркутск. Ну и очень много красивых мест. Безусловно. Так вот, рост сельского и природного туризма ставит мне драйвером для развития глэмпингов. Проживание на природе с повышенной комфортностью. То есть, первозданной природой российские туристы предпочитают наслаждаться с домиком с хорошим Wi-Fi. И видом из окошка. Но это, кстати, еще и одно из направлений, куда потенциально может быть интересно заходить. Либо начинать бизнес. Допустим, те же самые глэмпинги. В чем проблема российского туризма, что потрясающая природа и в большинстве мест отвратительная инфраструктура. Это касается и места проживания, которые либо какие-то древние убитые в хлам, либо запредельно дорогие точечные отели. И это касается и разных развлечений, сопутствующих туризму. Поэтому это и направление для бизнеса, и направление для инвестиций очень даже может быть интересное. Но дальше уже вопрос реализации, локации и так далее. Тинькофф банк ввел комиссию за внесение наличных долларов и евро. Теперь, если вы в банкомат сумите доллар или евро, это будет большая ошибка. Но я бы в принципе рекомендовал доллар и евро наличные в банкоматы не сумать. Он обратно-то не отдаст вам больше их. И кэш, знаете, есть выражение в Америке, кэш и скин. То есть кэш это король денег. Живые деньги, они всегда в цене. Поэтому прощаться с живыми наличными долларами и евро я бы не рекомендовал. Но теперь Тинькофф еще и 1% сожрет с вас. Комиссия уже взымается. Так что слоган «Он такой один» теперь похож на количество процентов комиссии у этого банка. Саудовский министр заинтриговал журналистов перед началом встречи ОПЕК+. Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальма в преддверии заседания ОПЕК+. В Вене вновь попытался заинтриговать рынок и журналистов заявил. Вы даже не представляете, что мы обсуждаем. Журналисты же не самые умные люди и полагают, что на заседании по добыче нефти будет обсуждаться новый альбом «Металлики». Но вот интригу задал министр. Минюст счел проекта налоги на сверхприбыль, который, собственно, предложило правительство, противоречит конституции, поскольку он как бы начинает играть назад. То есть с прибыли, которая получена за последние три года, например, за прошлые годы, теперь надо будет платить иной налог. Но это получается, закон имеет обратную силу. А по статье 57 этой самой конституции российской законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не должны иметь. Посмотрим, какой будет судьба этого законопроекта. Поскольку у нас, если что-то противоречит конституции, то нередко это проблемы самой конституции. Валентина Терешкова не даст мне соврать. На этом на сегодня все. Всем удачи, успешных инвестиций. И для тех, кто будет присутствовать в эту субботу-воскресенье, встретимся уже вживую. Жду вас. Ссылка будет под видео. Присоединяйтесь.